С поздравлений началась сегодня очередная сессия Государственного Совета. Депутатские мандаты получили Степан Чураков и Андрей Климушев. Поздравили и тех, кто покидает региональный парламент, теперь уже сенатор Дмитрий Шатохин и депутат Госдумы Иван Медведев. На самой сессии народные избранники рассмотрели больше трех десятков вопросов. Максим Васильев продолжит. Дабы не откладывать установочную сессию в долгий ящик и комитеты, и само заседание, народные избранники решили провести за одни сутки. Впрочем, свой парламентский день они начали с прощания. В комитете по бюджету из обоимы выпали сразу двое. Новоиспеченный сенатор Дмитрий Шатохин и парламентарий Госдумы Иван Медведев. Несмотря на то, что мыслями оба наших представителя уже в Москве, уходить по-английски они не стали. Мною вчера подписано заявление о сложении полномочий, и соответствующий указ уже тоже подготовлен в республике Коми. Поэтому имеются процедурные моменты. Я, прежде чем эти процедурные моменты, отлить, хотел сказать спасибо членам комитета. Было сложно и интересно, но тем не менее, я думаю, что это достаточно продуктивно получилось. Спасибо за тот опыт, спасибо уважаемой коллеге. Большое спасибо. Будем работать на благо любимой республики. Всех остальных, кто работает на благо республики, сегодня ожидала довольно насыщенная повестка. 35 вопросов. В Комитете по социальной политике заявили о продлении республиканского закона о финансовой поддержке семей, где родился третий или четвертый ребенок. Сумма регионального семейного капитала – 150 тысяч рублей. Парламентарии решили мотивировать рождаемость в регионе. Большой всплеск рождаемости был в 2013 году. Деток родилось на 7% почти больше. Но хочется отметить то, что в 2015 году в третьих, четвертых и последующих детей родилось больше на 66%. То есть эта мера социальной поддержки работает, работает положительно. Кроме того, онкобольным из отдаленных районов республики региональной власти намерены оплачивать проезд к месту лечения и обратно, дважды в год. Должность омбудсмена остается за Надеждой Быковской, создававшей систему взаимодействия с населением практически с нуля за два года. Впрочем, именно сегодня, впервые, региональный уполномоченный по правам человека принесла присягу. У нас во всех муниципальных образованиях, в некоторых по одному, в некоторых по два, а есть такие муниципальные образования, где по три общественных помощника. Раз они общественные, то они работают на общественных началах, но это еще не говорит они, что они плохо работают. Еще раз говорю, система налажена, и они работают системно. На базе общественных приемных главы республики проводят приемы. Далее, у нас с общественными организациями подписаны соглашения о сотрудничестве. У нас подписаны соглашения со всеми основными министерственными ведомствами. Определились народные избранники и с своими десятью представителями в общественной палате республики. А также утвердили новую госнаграду. Почетный работник пожарной охраны республики Коми. Сможем поощрять действительно сотрудников пожарной охраны, самоотверженно осуществляющих их деятельности, осуществляющих профилактику пожарной безопасности, которые работают в пожарной охране не менее 15 лет. И обращаю внимание даже за деятельность по внедрению, так скажем, инновационных технологий в улучшение работы систем пожарной безопасности. Оценка регулирующего воздействия – новая для наших народных избранников процедура. Они изучают нормативные акты и убирают из них ненужные, на их взгляд, административные препоны. И обещают, что жить малому бизнесу после этого станет легче. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.